Сегодня 14 декабря. Я нахожусь в таком интересном состоянии, как бы возвращение к самому себе. Я как бы начал графику домой, начал рисовать. Еще с весны, то есть я пытаюсь вернуться, чтобы был долгий прерыв, когда я не рисовал. Но так как это все-таки я являюсь художником, и когда я это бросил, то это потом впоследствии резко так отразилось на моей жизни. То есть я потерял опору под ногами. Я ее терял довольно долго, но потом резко потерял ее центр внутри себя. Про это долго рассказывать, но в общем я возвращаюсь к каким-то своим старым вещам. Когда-то я начал рисовать, то я начал как вот эту черно-белую свою графику с черными заливками. Где-то в году 1988. Как-то неожиданно я купил как-то березку, бумагу, березку, фото и так открыл для себя эту технику. Ну, я так несколько лет рисовал, потом резко бросил, я перешел на цвет. Ну, бумага кончилась, и потом я как-то и списался. Но эти работы, их очень любит Ваня Зубковский, они в свои книжки вставляют. Большая часть работ, они куда-то исчезли, они как бы, ну, проданы, розданы. А какую-то часть я, благодаря Лёше Черякову, я сумел сохранить. Я, как-то, ну, тогда я не был ксероксов, ну, где-то был на ВДНХ ксерокс. Какой-то резкий, так, и вот мы с Лёшей туда ездили, и он ксилили, и он отксел, все мои графики помог. Ну, и потом я начал продавать на Арбате не оригиналы, а ксерокопии. Ну, так, продавать это как-то, значит, Лёша продавал хорошо, а я, так сказать, так существовала. Ну, потом как-то я все равно, как бы, с благодарением вернулся к этой технике. И, помню, мы поехали в Иваново в 91-м году, в декабре, и в 91-м были. И там я, как бы, нарисовал, видимо, свою одну из последних серий. Вместе с Лёшей мы по ночам нарисовали, или карьер рисовали. А в нем гуляли, в нем спали, да. И там я, как бы, это, видимо, было завершающее, но хорошая серия. И мне очень нравится, но и потом, в принципе, как бы, бросил, завязался. Почему я не помню. Видимо, скорее всего, это у меня закончилось, и что-то внутри меня сломалось. Хотя эти работы, эти работы публиковались. Опять же, благодарю, что мы ходили в Мегаполис-экспресс. Ранний, еще он тогда был не желтый, а пресс. Он находился, значит, на Тверской, прям рядом с церковью, где сейчас Емельно работает. На пути в Почталку. Ну, и там публиковали мои эти графики. Тоже вставляли их какие-то там тексты. И я получал, так как, первое, получал какие-то монорары. Что-то у меня тормозится немножко. Таково. И вот сейчас я обернулся, я начал рисовать кисточкой. То есть, я думал, пёрышком. Ну, пёрышком я порисовал, порисовал пёрышком. Ну, пёрышко... Что-то в нем есть такое сухое и депрессивное. То есть, да, наверное, рисовал своих котов, вернулся, там, думаю, потом раскрашивают. Ну, а пёрышком, не пёрышком, а кисточкой тонкой, довольно-таки интересно получается. То есть, я вот... Я начал делать такие вот снова рисунки. Они довольно примитивные. Я поменял подпись. То есть, я обычно Ари подписываю, а тут, кстати, решил Эсмеллер подписать. Я думал, как бы поменять подпись и немножко стать... Чтобы рисунки были более такие какие-то легкие, детские. Ну, что-то получается, получается. Но главное, это я... До этого я думал, что я буду их раскрашивать цвет. А сейчас, как-то я вот... Несколько дней назад я вот начал... Я подумал, что мне хорошо бы снова вернуться вот к этому... К этому... Чёрно-белому, чтобы были какие-то яркие пятна графические в картинках. Ну, чтобы они были более печатными. Может быть... У меня даже была мысль сделать серию такую. Опять же же... Чтобы это можно было потом напечатать только рисунки без этого. Без текста. Ну, пока не знаю. Ну, какие-то картинки я не вижу у них смысла делать эти чёрные пятна. Они довольно-таки лёгкие, опять же. Тут вот хорошо получились. Я вот просто показываю то, что я последнее время сделал. Такая очень лёгкая рыбка. Вот Иван Сергеевич. Тут чёрная вот такая вот. Ну, тоже. То есть, опять же, я говорю, что... У меня нет такого прям желания делать что-то такое вот. Себя переплёвывать. Всё, кстати, ранее. Это ещё назад. Вот такая вот, думаю, я разделила. У меня сканер небольшой. Я потом буду сканировать. Потому что этот листок не поместился. А я так порёзываю. Тоже-то же. Вот тут больше просится цвет. Ну. Но цветом можно испортить. То есть, я пробовал цветом делать. Я довольно-таки сейчас я весной начинал с цветом. Но что-то хорошо получалось. А что-то... Какие-то вещи. Когда такой контур толстый, то цвет подругой как-то грубит всё. Вот эта серия мне нравится. Я делал такие... Это тоже весной двух. Такие с деревом деревни. Такие лёгкие. Вот таких персонажей. То ли гном, то ли это. У меня была идея сделать по семь раз. Какую композицию брать и думать. А потом семь раз её повторять. Может быть, это правильно. Но сейчас я понимаю, что это неправильно. То есть, надо всё равно каждый раз композицию рисовать заново. Можно сочинять. И смотреть, куда она идёт. То есть, надо себя... Для больших будет менять механистичность. Вот. Тоже вот... То есть, я-то думал их раскрашивать. А сейчас я смотрю. Мне не хочется их раскрашивать. Это просто какая-то серия с деревом. И тоже семь штук я нарисовал. Вот такие картинки. А это вот такие вот женские булы с такими чёрно-белыми. И опять же, вот эта вот штриховка. Я её открыл здесь себе где-то вот в 85-м году. Мне было 19 лет. Я там-то увлекалась Мангогом. Мне нравилась эта штриховка. А потом эта штриховка у меня в моих графиках она постоянно присутствует. Почему так? Я не знаю. Но мне нравится. Она создает такой серый фон, какой-то движущийся. Сейчас я понимаю, что наша штриховка перо была довольно-таки механистичная. То есть она однообразная. А когда кисточку берёшь, более тонкую, и что-то делаешь, где-то она... То есть, конечно, всё живее. Это... Тётенька. Ван Сергеевич. Барышня. То есть, что-то надо добавлять вот этот чёрный цвет. Вот это я добавил, но я что-то перегрубил. То есть, вот так-то у меня утонуло всё. Ну, это ладно. Главное, бумага хорошая. То есть, у меня никогда не было такой хорошей бумаги. Она не такая уж и дорогая. Получается, себестоимость... Вот, например, вот этой картинки. Ну, где-то бумага будет, если так взять. Где-то доллар бумага. Ну, ещё учитывая. Ну, полтора доллара была себестоимость вот такой рамут. Я их подавать пока не знаю, как. Но можно грамочку там вставлять. Это именно учитывая, что бумага, она плотная. Это 300 грамм. Она больше ломается, чем это. И по ней, как раз, хорошо идёт тушь. И потом вот такие пятна, они как-то... Эти пятна чёрные. Они тоже, как-то, довольно-таки ровно ложатся. То есть... То есть, бумага не колодится. Вот хорошая такая рамутка получилась, лёгкая. Тоже. То есть, мелкости там. Ну, это так. Мне к лицу не нравится, женская. А здесь хорошо получилось. Тоже вот такие. Лёгкая. Еротика. Ну, можно доработать, ещё что-то серенькое добавить. Ухлотнить. Всё, чёрные пятны, мне лучше не перегружать на работу. Мне кажется, вот это у меня хорошо получилось. Довольно-таки весело. Тоже. Занавесочки. То есть, когда она была без этого, она была довольно скучная. Я думаю, её раскрашу, чтобы у меня всё-таки я перегружу её в графию. Лёгкая. И эротика. И при этом она порнографию не тянет. Всё-таки это такое. Нельзя сказать, что это как-то похабанное. Вот. Тут я не знаю. Тут вообще как-то. Уже она такая лёгкая. Тоже. Тут вот чёрная. Хочется ещё что-то добавить. Ну, не знаю. Такой. Вот тоже двойная. Я её обрезал, чтобы потом сканировать. Тоже. Вот здесь я начал прорабатывать. А дальше идти, не идти. Какой-либо хороший тоже здесь. Всё работает. Не надо домучивать. Это уже мой опыт подсказывает. Что лучше остановиться и не доделать её. В этом смысле мне нравится работа моего друга Петра Евгеньевича Николаева. Он делает много, но что-то не доделывает, бросает всё. То есть надо к ним легко относиться. Я жалею, что я действительно, я как-то очень много финансов и это усилие потратила на свои холсты, которые я так ничего не продал. Ну, может быть, там несколько холстов. А надо было всё-таки бумагу. Ну, это я сейчас говорю. У меня уже вот после 10 лет этого ощущения я понял, что. Ну, тогда ещё и Пётр с этим рисую кисточкой. Ну, всё опыт, опыт. И опыт с иношебок трудных. И гений. И гений. Я сейчас нашу всё книжки с вами, смотрю, думаю, дорогой, какая фигня, что я там делал. Пытался компьютер осилить. Это, а сейчас понимаю, что это всё было левое. Самое лучше это рисовать руками, раскрашивать руками. Ну, а компьютер только можно использовать сканер, сканировать. Ну, и немножечко там что-то доводить до ума. Опять же, я вот рисовал вот эти, оформлял ванины книжки, поэзию. Но я использовал карандаш. То есть я карандашом рисовал по бумаге. Потом сканировал и в программе там это превращал в чёрную. Ну, усиливался цвет. Сейчас я считаю, что, видимо, надо было делать всё изначально на хорошей бумаге, чтобы потом это было, ну, это как бы, ну, это можно было и продать, и вообще это так. То есть надо на материале не экономить. Жалко, что это просто бумажка какая-то. То есть там есть хорошие места. Ах, я не знаю, может быть, и зря. Это я просто тоже расписывался, разрисовывался, был не уверен в себе. Я всижу и не уверен в себе. Спасибо. Это был Фёдор Лапшинский, Сергей Тусянович, Чикаго. С вами налогом о графике. Ну, такой спонтанный налог. Я почему-то сел, потом лапшинский.